здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала вот вышла погулять погода совершенно потрясающе посмотрите какая красота весна и это все в разгар страшного карантина по идее мне вообще не надо было бы выходить на улицу но я так не могу иначе просто потом не могу дышать задыхаюсь без свежего воздуха сейчас я иду на почту отправлять подружки маски и перчатки потому что у них почему-то этого нет а если есть по таким ценам что просто крыша съезжает ну вот так у меня сегодня ничего я всегда говорю все проходит пройдет и это так приятно прогуляться несмотря ни на что видите у нас пустынно никто не гуляет карантин но в принципе нас никто и не запрещает это уже как говорится дело каждого личного индивиду главное чтобы перчатки маска все как всегда честно говоря маска на самом деле ничего не защищает в том виде в котором мы сейчас и умеем эти одноразовые если где кто-то чихнет то вряд ли что-то спасет но чихать некому поэтому гуляем в нашем районе очень много вот таких вот странных и непонятных домов я вот всегда поражаюсь этому меня этот дом всегда удивляет какой-то такой ведь он не старый достаточно недавно обновляли но архитектура не знаю а вот еще один вот такой дом он огромный угловой на пересечении улиц ну просто очень большой и вот этот мне нравится вот здесь пара первых тут посажены березы как ни странно я когда первый раз увидела березу думал надо же он такой всегда ухоженный всегда вот чистенько здесь аккуратненько сюда какие-то цветочки высажены смотрите кресла закрыты целло фанчиком то есть это вот и одноразовое явление до постоянно происходит мы сейчас повернем уже посмотрим что дальше будет у нас огромный дом а дальше у нас будет красота очень красиво все цветет замечательное время года несмотря на то что конечно ситуация в нью-йорке неприятная но подождем будем стараться принимать все меры безопасности и все в конце концов пройдет я надеюсь вот группа цветущих деревьев а деревище необыкновенное очень красиво мне очень нравится смотрите какая красота а вот еще один роскошный особняк тоже огромный приогромный со всякими пристройками в общем очевидно живет толпа народу я так думаю вот и тоже березу но березы еще не распустились я вижу сережки начали появляться а вот тут высажено смотрите карликовое вот такое дерево тут есть еще такие замечательные анютины глазки очень красиво вот пожалуйста вот еще тут у нас нарциссы царство нарциссов скоро они уже цветут я вижу я вижу вот белочка мне позирует вышла погулять толстая какая я таких не видела давно толстенная просто ах убежала вот сюда перебежала на попозируй мне дорогая чего боишься попозируй попозируй села смотрит кто чего делает ну что красотка как мы прыгаем замечательно скажи мне что-нибудь ну наконец-то у нас тюльпаны распустились вчера еще они были все в бутонах я шла мимо думы ну вот уже скоро скоро и они вот буквально за один день вот такая красота назло по всему мы живем природа живет и мы радуемся этому а вот это вот церковь православная греческая видите здесь стоят цветы церкви закрыта и написано вот объявление сейчас покажу написано возьми цветок для удачи но его там написано что церковь временно закрыта всякие такие объявления но вот цветочки стоят уже давно и они уже завявшие никто их наверно меня сейчас не будет а может и будет не знаю но неделю назад когда все это поставили то да они были красивые но вот такая церковь очень красивая не надо же как вам показать внутри там очень красиво сейчас посмотрим вот так попробуй видно будет сейчас может быть уменьшу вот так так лучше видно вот такая не сильно большая но очень популярна сюда ходит молиться не только греки но и украинцы и русские и но и все православные все уже почти пришла на почту впереди ну вот и почта пришла я наконец-то и теперь буду одевать маску потому что гуляя без равно улицах почти никого нету сейчас одену маску и войду а почта закрыта представляете обманули я на онлайн ходила смотрела написано открыто сегодня до пяти вечера и никаких объяснений ах как нехорошо до пролет ну ладно ну вот расстроенная и недовольная пошла домой и увидела по дороге такую красоту что не могла не сфотографировать и вам не показать и подумала ну и что что нибудь придумаю обязательно отправлю посылку и знаете на следующий день у меня все получилось я отправила посылку другого почтового отделения которое работало так что все неплохо а в этот день когда пришла домой тоже порадовалась потому что под дверьми меня ждала посылка и следующее мое видео будет распаковочка до следующего видео пока